Собственно, да, мы не первый сезон размещаем статистику Инстат. Друзья, те, кто нас постоянно смотрит, вы знаете то, что у нас аналитика футболистов проходит только со статистикой вашей компании. И мы бы хотели узнать, есть ли у вас, может быть, какие-то нововведения. Вот, собственно, я вижу красивую карту. Можешь, пожалуйста, рассказать вам чуть-чуть побольше об этом? Что это такое и с чем вы это едите? Это красивая карта, это наша новинка, которую мы запустили в марте. Да, то есть очень новая. Это XG. Для того, чтобы разработать наш собственный XG, мы проанализировали практически все матчи, которые у нас есть в нашей видеоплатформе, учитывая, что это, наверное, крупнейшая видеобаза среди всех существующих. А за сколько лет там матчи собраны? Последние 5-6 или больше? На самом деле, я думаю, что 6-7 лет. Мне кажется, 6-7 лет. Но, конечно, пик активности начался с 2015 года, примерно с 2015 года. Столько матчей, господи, выжимай. Ну, ладно, извините. Там за этот сезон, на самом деле, только из США несколько тысяч матчей. За прошедший сезон, представьтесь. О, господи. 5-4 тысяч матчей из США. Это студенческие лиги, это, ну, понятное дело, МЛС, USL. Огромное количество. Представляете, то есть какой объем, какие массивы информации люди обрабатывают вручную, а? Это же, ну, уму непостижимо. Ладно, извини, пожалуйста, я тебя перебил. Ваша новинка. Так, вы проанализировали все матчи, expected goals. Да, мы проанализировали все удары во всех матчах. И за счет этого смогли получить очень точный и прекрасный выбор коэффициента XG. Который, в свою очередь, мы разделили на три. Для стандартов, для ударов головой и другими частями тела, там, плечом, например. И удары ногой с игры. И что у нас получилось? Да, друзья, давайте посмотрим на экранах ваших сейчас. Вот это у нас диаграмма XG ударами ногой и только с игры, да? То есть без стандартов. Только с игры, но при этом пенальти не входит в стандарты. Пенальти отображается тоже на этой карте. Вы видите, вот вокруг точки пенальти, увеличение зеленого цвета. Потому что XG пенальти составляет 75%. Ну да, собственно, это практически всегда гол. Ну вот, как раз-таки, на самом деле, практически не всегда. Когда мы проводили это исследование, я очень удивился, что 75% всего лишь. Потому что, по ощущениям, 9 к 1. Я был очень удивлен, но так и есть. Интересно. Слушай, а вот если мы посмотрим, помимо пенальти, то есть пенальти у нас получается где-то 65-70. Нет, 61-65-67-70, да. Это удары именно с этой точки, а пенальти 75. А, пенальти 75. Да, пенальти 75. Хорошо. А самый высокий у нас получается коэффициент, это вот практически с линии ворот, да, внизу вот здесь я вижу? Да, 1 метр от линии ворот 85%. Ну, логично. Я говорю, я заметишь, если тут есть девиация такая по флангам, что с одного фланга и бежи всегда меньше, чем с другого. Смотри. Ага, так, а здесь получается 5, ну, где-то 5%, если мы идем с правого фланга, если мы смотрим, а с другого фланга 6, нет, ну, смотри, вот 6. А, ну вот. Нет, смотри, вокруг фратарства. А, вокруг фратарства. 16-15. 16-15. А почему, с чем это связано? Честно говоря, мне кажется, что это просто тот фактор, что прошли больше, чем левши. Ага. Мне кажется, это просто биологический фактор. Ну, очень интересный вывод на самом деле. На самом деле, да, потому что, если мы вот разбирать текущий состав Мочистер Юнайтед, мы, кстати, недавно говорили в одном из блогов об этом, то, что у нас очень много левоногих футболистов, даже если посмотреть Лукаку, левоногий, Мата, левоногий. Это неудивительно. На самом деле, я от многих аналитиков тренеров слышу всегда, что левоногий лучше, чем правоногий. Ага. Интересно. Я даже, честно говоря, не особо знаю, почему, но все хотят левоногого форварда. Ну, защитники, да, там нужно тот и другой. Но левоногий форвард – это просто классика запроса. Связано ли это, как ты думаешь, с тем, что против левоногого тяжелее играть, потому что у него другая рабочая нога, и, может быть, менее удобно. Мне кажется, это связано, да, это связано с тем, что вратарей, как бы, но вратарей, ну, всем все равно, какая нога вратаря, в общем-то, если подумать. И поскольку правшей математически больше, чем левшей, мне кажется, правшей просто, правшам просто логичнее представлять правоногого форварда, чем левоногого. Хотя я не знаю. Ну да, есть же, ну, и есть плюс двуногие футболисты, да, Даниэль Джеймс, вот, например, мы подписали молодого вингера из Уэльса, из Свонси, он прям, вот, он двуногий, там, я даже смотрел по статистике вашей, у него прям 50 на 50, то есть у него нет четко выраженной. Наверное, это добавляет непредсказуемости какой-то, да, для, особенно для атакующего футболиста. Отлично. Так, друзья, мы посмотрели XG ногой с игры, мне вот, честно говоря, интересно, со стандартов каким образом вот все это происходит, да, то есть где вот больше забиваются стандартов? Ну, со стандартов, на самом деле, примерно равноценно. Я имею в виду, что, понятное дело, в центре, ближе к штрафной, выше. Никаких девиаций тут нет, кроме вот этой, достаточно интересно, почему на вот этой линии резко идет 13%, хотя рядом 14-15%. Ну, тут же многое зависит от исполнителей, да, все-таки, наверное, тоже правша-левша, с какой ноги бьют, на сколько часто там практикуется человек? Да нет, мне кажется, что эта погрешность, она не является чем-то необычным. Ну, или опять же, где нарушают больше правила, да? Да, вот это гораздо-гораздо, мне кажется, это больше походит на правду. Ну, вообще, меня, честно говоря, удивило, что такой высокий процент на стандартах. 17%. Ну, 17%? Очень много. Да, но это, считай, почти каждый, каждый пятый-шестой удар. Ну, слушай, например, в матче, в нашем любимом матче, скажем так, средний XG в Манчестере Юнайтед, это 0,08, то есть 8%. Ага. Да нет, все и дело, это как раз-таки говорит о том, что нереализация плохая. В целом. А, то есть создать, мало создаем? Да, что конкретно эти удары, они были трудно реализуемы. При этом, суммарно их было, конечно, много. Суммарно на 2,5 наиграли. А, ну вот, да, получается, здесь у нас 2,22, у нас, да, получается, у Манчестера Юнайтед. У Картифа 1,63. Да. Мы, друзья, все матч с Картифом обсуждаем, потому что... Ну, реализация, конечно, грустная, потому что по G22, тем более, проиграть, это очень обидно. Да, мы же проиграли 2-0 еще, к тому же. Картиф даже не создал моментов на 2 гола, да, у них 1,63. На 1,5. Ну, на 1,5 создали, мы создали на 1,5 почти. Ладно, к боли предыдущего сезона, больше, честно говоря, не хочется возвращаться, хотя сейчас и трансферное окно нам причиняет очень большую боль. Но я думаю... Я надеюсь, что трансферное окно уж нормально должны провести. Ну, тем не менее, знаешь ли, в конце сезона Оля утверждал, что у нас есть игроки, которые не будут частью команды в следующем сезоне. Дескать, мы устроим глобальную чистку, и из-за всех источников Манчестер Юнайтед это слышалось. По итогу мы имеем то, что... А, и Оля еще говорил то, что до начала предсезонной подготовки, которая стартует на секундочку через неделю, 1 июля ребята выходят на тренировку, и 8 июля у нас первый товарищеский матч предсезонный в Австралии. Оля просила укомплектовать команду полностью, то есть продать всех ненужных и купить всех нужных до 8 июля. По факту мы имеем на часах у меня 26 июня сегодня, то есть осталась неделя до выхода игроков из отпуска и 2 недели до начала предсезонной подготовки. У нас один входящий трансфер, это Даниэль Джеймс из Суонси. Ван Бизака из Crystal Palace практически перешел. Вот сегодня вроде как Sky Sports написал о том, что договорились наконец-то стороны. Мне кажется, это хорошее усиление. Это очень хорошее усиление, но просто это долго все происходит. Несмотря даже на то, что мы понимаем, Ван Бизака был задействован на Молодежном Чифонате Мира до 21 года, но все равно, если мы посмотрим, как Реал Мадрид ведет свой бизнес, буквально неделя, 5 подписаний. И у людей просто... Помни предыдущие 3 сезона Реала. Но, понимаешь, у них... Мы соскучились по этому. Они просто соскучились и отрываются сейчас. Ты думаешь, мне кажется, это связано с тем, что ушел Роналду, у них постарел основной состав. Ну, понятное дело, обновление там какое-то они запланировали, но у них по сути один неудачный сезон. До этого они три лиги чемпионов подряд взяли. Нет, ну смотри, три лиги чемпионов. В этом сезоне у них третий тренер. Зидан вернулся, попросил себе карт-бланш. Сезон отвратительный, команда стареет, явно что-то нужно делать. А у нас-то 7 лет отвратительных, понимаешь? Вот в чем вопрос. У нас 7 лет отвратительных, и все равно у нас нету спортдиректора, у нас нету стратегии. Может быть, чуть-чуть попозже мы об этом поговорим, но только вот. Один трансфер входящий, Даниэль Джеймс, и ни одного из игроков еще не пробовали. Есть слухи про уход Погба то ли в Турин, то ли в Мадридский Реал? Слушай, когда дело касается района, я всегда прекращаюсь сейчас, что люблю читать. Де Рихт, Парис Сен-Жермен. Ну, просто, Поль Пагбажа еще, ну, вот, тоже ты же вот работаешь с французским рынком, и наверняка... В общем, есть аккаунт в НСАСКАУТе. А, правда он пользуется? Да. А кто еще из игроков? У всех сборной Франции, расширенный список, который вам не могу сказать, извините, возгоняется без сборной Франции. У всех есть доступ в НСАСКАУТе, все они получают отчеты по своим матчам, как и в клубах, так и за сборную. То есть игроки сами могут анализировать свои действия в матче и готовиться к тренировкам, так получается? Да, именно так. Отлично. А они как-то, ну, то есть, они как-то получают отчеты на почту, есть ли какие-то специальные, может быть, приложения для игроков? Ну, у нас есть общее приложение на телефон НСАСКАУТ, которое, собственно, было разработано в том числе и для игроков, потому что это просто удобно, но представляет собой чуть-чуть более урезанные функции, но, по сути, выдают точно такую же информацию, и там очень удобно можно переслать нарезки через мессенджер. А, да, через мессенджер. То есть там условный Грязман может скинуть видео Поле Пагба, как он там, не знаю, не забил голову. Чтобы сказать, смотри, какой ты, ай-яй-яй. Ясно, ясно. Ну, так вот, Поле Пагба подливает чуть-чуть масла в огонь, он тут недавно дал интервью, он там находится в турне с Адидасом, рекламное турне, и там оно освещается, он там где-то в Японии, он с сумаистами играет в футбол. А, я видел. Вот, да, и, значит, у него там спросили что-то относительно Манчестера Юнайтеда, на что Поле Пагба заявил, что он считает прошедший сезон лучшим в своей карьере. Не вопрос, по статистике он действительно один из лучших в команде, но это скорее не его заслуга, это скорее, в кавычках, заслуга, наверное, всех остальных футболистов, и весь сезон в целом Манчестер Юнайтед получился ужасный. И он просит какого-то другого вызова себе в карьере, он считает, что, наверное, достиг все. Просто, на мой взгляд, вот после таких интервью ты не можешь вернуться в команду. Ну, это прямо вот противозаконно, ну, как человек, который на контракте, да, там Оли Гуннер Сульшер его защищал, там куча комментариев о том, что мы хотим строить команду вокруг Пагба, и вот, ну, действительно он дает такие комментарии. Слушай, ну, вот честно, возвращаясь к моему рынку, скажем так, в Франции, мне это очень напоминает Парис Сен-Жермен. Вот именно вот этот вот шейховский Парис Сен-Жермен. Но, кстати, что мне очень нравится, я читал недавнее интервью. Какое? Интервью президента Париса Сен-Жермен, которое он давал францфутболу. Нет, нет. Очень жесткое интервью, где он проехал Цепаный Мару в особенности. Он сказал, что больше не потерпит звездного поведения в команде у себя, и что команда превыше, чем личность игроков. Так что вот что-то у них произойдет. Надеюсь, у вас тоже произойдет что-то. Лишь бы не обмен Неймара на Пагба. Вот, честное слово, об этом вот писали недавно, буквально на днях. Я меньше всего этого хочу. Неймар не уйдет по Пагба. Я тоже так думаю. Ну, и нам тоже это не надо. Это менять шило на мыло. Как бы один разговаривает, танцует, второй будет ездить на карнавал к своей сестре, если у него травма. Вот, друзья, без обид поклонники Неймара. Что ж, мы обсудили, в принципе, большинство тем, какие-то примеры использования инстат клиентами. То есть, наверняка вы получаете какие-то там хорошие отзывы, может быть, еще какие-то есть. Есть ли прямо какой-нибудь громкий такой пример, который бы всех нас поразил, действительно удивил? Пример от клиента, что вот они не использовали инстат, там играли, может быть, не очень здорово, а потом стали анализировать, и это какой-то им вот бонус дало. Есть такое? На самом деле таких примеров масса. Вот скажу тебе честно, среди моих клиентов можно просто выделить, например, то, что из французской третьей лиги все три клуба, которые перешли во вторую лигу, пользовались инстат. Слушай, ну, да, это промоушен. А еще я, ну, недавно мне рассказывали, я тоже вот общался с некоторыми ребятами, мне говорили то, что прогресс Исландии, сборная Исландии на Евро-2016, это тоже в некотором роде ваша заслуга. Да, так и есть в некотором роде наша заслуга. К тому же мы очень плотно сотрудничаем не только со сборной, но и с лигой. За счет этого у них есть вся статистическая информация по своим игрокам, по основной лиге, по молодежи. То есть у них отличные возможности для селекции. То есть вроде бы население страны 300 тысяч человек, команд крайне мало, но при этом они знают про каждого футболиста абсолютно все. И это, надеюсь, тоже наше заслуга. Ну, да. Можно выделить сборную Франции, конечно, потому что на чемпионате мира, который феноменально прошел для них, мы очень плотно с ними работали, и физические данные, и они разбирали и наши аналитические отчеты. То есть они пользовались буквально всеми продуктами, которые мы представляем. Вот как раз про продукты тоже хотел спросить, и был вопрос, поскольку мы пользуемся статистикой в основном, потому что это интересно, смотреть на статистические показатели, прошу прощения. Какие у вас еще есть продукты для клубов, для игроков? Ты упомянул фитнес-отчеты, да? Да, фитнес-отчеты, аналитика – это также два важных продукта. Фитнес-отчеты – это скоростные и дистанционные параметры игроков за матч. То есть кто сколько пробежал, кто сколько пробежал на такой скорости, на такой, на такой, на такой, кто сколько раз ускорился, куда ускорился, хит-мап. То есть это вот эта вся информация. И это на самом деле один из важнейших параметров. Не знаю, может быть, если следили за чемпионатом мира, я уверен, что следили, видели. Конечно, конечно. Видели видео, когда Дишан проводит разбор матча против Австралии, который французы достаточно плохо сыграли, и он прямо так говорит, что Мбапе, ты хуже всех пробегал, что типа абсолютно некудочный матч для тебя. Хотя при этом на картинке он смотрелся здорово, как и всегда. Но при этом в километрах у него на два километра меньше Мост Альбен. Он просто ленился. Но есть, да, есть вот как раз игроков по СЖ, наверняка есть вот такая ленца, и, честно говоря, ну, не знаю насчет Мбапе. Мбапе, профессор, и на этот тоже. Да, тут я где-то, кстати, по поводу игроков Манчестер и Нет, это где-то прочитал на сайте manunet.ru в одном из комментариев Поля Погба назвали «Поль ходьба». По мне, очень такая яркая аллегория, заслуживающая упоминания. Понятно, ну, то есть фитнес-отчеты, ну, опять же, с ними больше фитнес-департамент, наверное, все-таки работает. И да, и нет. С одной стороны, да, это первичные данные, которые предоставляются фитнес-тренеру, но главный тренер смотрит его очень активно всегда. Ну, и аналитические отчеты, они предоставляются уже тоже и аналитику, и главному тренеру. А аналитические отчеты, я расскажу, что это такое, это не просто статистика, это статистика, это развернутый анализ. Это просто развернутый анализ действий команды соперника за период какой-то, то есть, 4-5 матчей, то есть, около месяца. И там уже идет статистика в компиляции с ссылками на видео, по которым ты переходишь на платформу, и также текстовый разбор, то есть, как они играют в атаке, как они играют в обороне, позиционная атака, позиционная оборона, контратаки, обязательно стандарты, пенальти, угловые, все-все-все-все-все. То есть, это такая вот комплексная оценка команды или футболиста. И это, кстати, особенно интересно не только вот большим командам во время чемпионата мира, например, потому что там, если два-три дня на подготовку, ты просто физически не можешь изучить все. Но и также, когда, допустим, в Лиге Европы играют квалификацию с неизвестной командой, с какой-нибудь Уэльс или Гибралтара, то есть, ты команды названия даже первый раз слышишь. И тут можно, в принципе, за три часа понять, как они играют, внимательно прочитав, посмотрев все, то есть, два-три часа, и ты знаешь, как выбирает команда соперников. Отлично. Как вы думаете, друзья, готовились ли мы так к Миттьюланду, когда Флэй Фангал был у руля? Так или иначе, я думаю, у нас будут матчи с какими-то интересными командами в Лиге Европы, в изюминку какую-нибудь, да, в голубинку Манчестер Юнайтед съездит в следующем сезоне. Друзья, простите меня за шутки, я немножко все-таки стараюсь разбавить серьезные цифры, аналитику, применительно к нашему Манчестер Юнайтед, надеюсь, что у нас действительно все получится в следующем сезоне. Что ж, Никит, спасибо тебе большое, мы, наверное, уже будем заканчивать. В заключении вопрос, который я не могу не задать эксперту аналитической платформы Инстат, особенно французу. Во Франции, мне кажется, самый яркий игрок сейчас, который связывает с переходом во все клубы, это Николас Пеппер. Стоит ли за него платить 60 или 70 миллионов, как того просит Лиль, настолько ли он действительно хорош? Стоит ли Манчестер Юнайтед покупать Николаса Пеппер? Ну, смотрите, в предыдущем сезоне, не в этом, который закончился, а в предыдущем, Лиль вполне мог вылететь в Лигу 2, в этом сезоне они на втором месте. 70 миллионов это много, но, в принципе, вы можете за 150 у Барса Каутиньо взять, я думаю, отличный вариант. Ну, Каутиньо, да, я Каутиньо здесь сказал, что он не пойдет в Манчестер Юнайтед за уважение к Ливерпулю, и там ходят слухи, кстати, что сейчас Каутиньо может вернуться в Ливерпуль, но, честно говоря, я бы не хотел Каутиньо здесь. А если серьезно, то, мне кажется, стоит, потому что, ну, серьезно, защитник подберут за 70 миллионов. Так что, мне кажется, пепе брать стоит. Так, на Думбеле вот жалко упустили, походу. Да, на Думбеле, друзья, сегодня прям буквально новости пришли, на Думбеле опорник из Лиона продолжит карьеру, скорее всего, на 95%, можно сказать, в Тоттенхэме. И при этом, если вы помните, пару дней назад, вот была информация, я просто помню, слежу за ним, была информация, что на Думбеле отказал Манчестер Юнайтед и никуда не уходит из Лиона и хочет остаться и поиграть еще сезон. И через два дня он переходит в Тоттенхэм, друзья. Как бы это говорит о многом и в том числе о том, как у нас трансфера делаются. К сожалению, на такой вот негативной, может быть, ноте мы будем заканчивать. Но так или иначе, друзья, мы благодарим Никит. Никит, еще раз спасибо тебе большое за твое время. Друзья, пишите в комментариях, если у вас есть какие-то вопросы, я думаю, мы ответим на них, как у нас будет время. Друзья, может быть, какие-то еще, какие-то конкретные вопросы у вас есть, и мы сможем какие-нибудь небольшие видео, может быть, еще с тобой сделать. У нас проблем с удовольствием. Да. Ну и, если говоря по поводу Думбеля, советую присмотреться к Ауару из Лиона. Ауар из Лиона. Ну, он же атакующий игрок больше, да? На самом деле, он начинал как опорник, сейчас он скорее бокс-то-бокс. Бокс-то-бокс. Ну, у нас сейчас проблема опорника, скорее, я думаю, актуальна, потому что... Я имею в виду, если полбак где-то денется, то вот Ауар это будет дешево и серди... ну, как дешево, ну... Когда приходит Манчестер Юнайт, это слово дешево сразу выбирает куда-то на дальнюю полку, а у нас есть предметный интерес к Бруно Фернандешу из Спортинга, это капитан Спортинга, я думаю, ты знаешь о нем, и он тут выложил пост, по-моему, вчера, что ли, что он где-то в самолете и куда-то летит. И все сразу такие, о, он летит в Англию, а куда, в Манчестер или в Ливерпуль, потому что Фернандеш раньше давал комментарии о том, что он действительно хочет там больше в Ливерпуле играть, чем в Манчестер Сити. Про Юнайтед вообще разговора не было, однако была информация, что там Юнайтед уже согласовал его транспортную стоимость. Ну, и в общем и целом, помимо Фернандеша, у нас там интерес есть к Джеймису Мэдисону, про Ауара, честно говоря, не связывали нас вот прям конкретно с ним, но я думаю, то, что мы, друзья, напишем с хэштегом Glazers Out в Твиттере, что присмотритесь к этому футболисту, и действительно, мне кажется, что стоит, стоит взглянуть на французскую лигу, а не на Парис Инджермен, конечно, всем помним их поражение, 3-1. На Парис Инджермен, кстати, Лубай, он неплохо взглянул на их игрока, команда Ю-20. Очень сильный игрок Диабин. Его купили буквально пару-тройку дней назад там. Пару-тройку, но я часто говорю, он на какой позиции играет? Защитник у него? Крайний? Он крайний полузащитник. А, крайний полузащитник. Ну, интересно. Ну, это молодой футболист, да, потому что на PSJA у них же там финансы fair play, там все дела, им кого-то продавать придется. Ну, ладно, друзья, еще раз большое спасибо, Никита, тебе. Если у вас есть какие-то вопросы, еще раз пишите в комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вам нравится то, что мы делаем. Зайдите на сайт компании Инстат, посмотрите, что делают ребята, мне кажется, то, что это уникальный продукт и то, что он как бы в России придуман, и как бы большая часть российских все-таки работников выполняет этот феноменальный вообще труд. Это дорогого стоит и стоит того, чтобы посмотреть. У нас же на этом все. Увидимся с вами в рубрике Weekly Talks, которая выйдет уже на этой неделе. С вами был Алексей, Никита, компания Инстат. До новых встреч. Пока-пока. До скорого.